Проект программы развития газоснабжения и газификации региона в Рио главы Чуваши Олег Николаев обсудил еще в начале июля во время встречи в Санкт-Петербурге. Тогда стало известно, что в 2020 году на газификацию региона «Газпром» направит 229 миллионов рублей. Наш план развития системы газоснабжения Чувашской Республики на предстоящую пятилетку. Мы полагаем, что это будет серьезный вклад в развитие социально-экономической территории. В дальнейшем мы продолжим эту работу. В частности, Республика собирается актуализировать схему газоснабжения. Это, возможно, потом вызовет некоторые изменения этой программы. Но мы с достаточным оптимизмом смотрим на эту ситуацию и полагаем, что Республике от этого точно будет много добра. Благодаря программе газификации регионов и работе правительства Республики в Чувашии более 2000 потребителей смогут подвести газ к своим участкам. Прокладка газопровода в Заволжье – один из приоритетных проектов, которые отражены в комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на пять лет. В рамках реализации планируется создание и новых территорий промышленной концентрации. Это и технопарки, и агротехнопарки, и экотехнопарки. А они, в свою очередь, являются потребителями газа. Жителям Республики, несомненно, стоит ждать только положительных результатов, потому что такая активизация взаимодействия с «Газпромом» нам позволит, конечно же, с одной стороны, расширить те проблемы, которые до этого были накоплены во взаимоотношениях с субъектом и «Газпромом», и урегулировать в том числе вопросы задолженности и организации газоснабжения в целом Республики. Планы у Республики масштабные. Руководители региона не исключают, что могут появиться новые объекты, не прописанные в программе. А договор с «Газпромом» позволит расширить возможности реализации инвестпроектов. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.